Диабло 4 Что там показали, неизвестно от слова совсем, но по крайней мере компания подтвердила, что в самом лучшем случае четвертая часть выйдет в 2020 году. Разработка явно проходит нелегко. В прошлом году сотрудники Метелицы рассказали, что проект полностью перезапустили, а недавно к команде его создателей присоединились люди, трудившиеся над отмененным шутером по StarCraft. Публичная презентация вполне может состояться на BlizzCon в ноябре. Там же могут представить еще и новую игру во вселенной Overwatch, раннюю версию которой якобы тоже на днях привозили во Францию. Кажется, у Близзов намечается жаркий период. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Поехали! Старательная защита новых проектов от глаз СМИ — обычная практика Blizzard. На конференции GameLab в Барселоне бывший глава компании Майк Морхейм рассказал, что руководство не боится отменять проекты, если они оказываются слишком дорогими или чуть менее чем великолепными. Первой на ум приходит Titan, которую вопреки правилам решили анонсировать на раннем этапе. Но закрытых проектов было намного больше. За 28 лет их набралось целых 14. Это примерно половина всех, что были в разработке. Но о том, что случилось с Титаном, Морхейм не жалеет. Наработки сильно помогли в создании Overwatch. Остается надеяться, что Diablo 4 не перемелют в какой-нибудь многопользовательский экшен с новым названием, оставив нас с мобильной Diablo Immortal. Идея постоянно развивающихся игр сама по себе хороша, но реализация в большинстве случаев хромает настолько, что от сочетания игра сервис слегка передергивает. Президент Electronic Arts Эндрю Уилсон считает, что за такими проектами — будущие индустрии. Отрадно слышать это от главы компании, выпустившей Anthem. Но еще интереснее объяснение выбора такого направления. Руководитель уверен, что делать игры, как 20 лет назад, уже нельзя, потому что не получится удовлетворить базовую потребность современных геймеров — общаться и играть вместе. Как и следовало ожидать, от такого заявления интернет заполыхал праведным гневом. Босс рассказал о том, куда следует идти создателям и поклонникам однопользовательских сюжетных игр. Он считает, что Uncharted, Star Wars, Jedi Fallen Order и другие проекты сильно прибавят в продажах, если будут распространяться по подписке. Опять же потому, что геймеры жить не могут без социального взаимодействия и тянутся ко всяким сервисам. Желаем господину Уилсону облачиться в розовый дживелин и улететь на нем в описанное им прекрасное будущее. А мы, наверное, предпочтем остаться в мире страшно устаревших игр без всякой приставки Life. Еще более зажигательным эффектом обладают речи главы Epic Games Тима Суини. Недавно руководитель попытался объяснить, зачем компания так наседает на эксклюзивы. Выяснилось, что вовсе не за тем, чтобы раскрутить свой магазин и подмять под себя рынок. Эпики хотят ни много ни мало победить несправедливость, отвадив разработчиков от жадной Valve, а заодно осчастливив геймеров. Как происходит всегда, когда кто-то уверяет, что нечто делается для нашего же блага, люди начали искать подвох. И нашли. В словах руководителя о том, что повышение прибыли создателей игр приведет к снижению цен, отчего в конечном итоге выиграют сами игроки. Одни посоветовали Суини почитать учебник по экономике, а другие поинтересовались, как хромой магазин, в котором нет даже корзины, без предупреждения умыкающий игры и Steam, в том числе сделанные на деньги геймеров, да еще и вопреки обещанию самого главы компании так не делать, может изменить ситуацию к лучшему. Ответ явно где-то за светлым горизонтом, к которому летит Эндрю Уилсон в розовом дживелине. На игровую индустрию неожиданно легла тень торговой войны США и Китая. Администрация Трампа подумывает ввести 25-процентную пошлину на некоторые китайские товары, в том числе консоли. На фабриках Поднебесной производятся почти все игровые системы, поставляемые в Соединенные Штаты. Sony, Microsoft и Nintendo настолько обеспокоены проблемой, что отправили в торговое представительство США коллективное письмо. Они отмечают, что повышение цен нанесет ощутимый ущерб американской экономике, а перенос производства в другую страну приведет к еще большему удорожанию производства. Если тарифы утвердят, ничего хорошего не произойдет, но пока никаких решений не принято. Что делать, если ценники на игры и консоли пробьют потолок, подсказывает Retro Games и Koch Media. Компании анонсировали The C64, обновленную версию легендарного Commodore 64. Подключение к телевизорам через HDMI-кабель, 4 USB-порта, 2 режима классический C64 и более старый VIC-20. Улучшенный джойстик, а самое главное — полноценная рабочая клавиатура вместо чисто декоративной у неудачной модели C64 Mini. Компьютер будет поставляться с 64 установленными играми, но никто не помешает загрузить собственные. В 4К, правда, не поиграть. Максимальное разрешение 720p. Устройство появится в продаже 5 декабря по цене 120 евро. Ревностно оберегая свои бренды, Nintendo порой ведет себя слишком странно даже для японской компании. Не так давно видеоблогер Inferno Plus выпустил Mario Royale — условную королевскую битву на сотню человек, основанную на Super Mario Bros. Еще через несколько дней создателю прилетело предупреждение о нарушении авторских прав. Пытаясь спасти свое творение, он заменил все звуки персонажей и прочие материалы и даже изменил название на DMCA Royale. Создателям No Mario Sky такие действия помогли избежать кары, а вот Inferno Plus не повезло — игру пришлось убрать из свободного доступа. Редактор Катаку Люк Планкетт считает, что юристам Nintendo следует успокоиться, ведь такие бесплатные проекты не представляют никакой угрозы ее бизнесу. Но, вероятно, компания хочет видеть только первоклассные игры по Марио и Зельде, а все сомнительное — уничтожать на корню. Крайне требовательны к качеству своих игр и сотрудники Santa Monica. Думая, как освежить серию God of War, они едва не избавились от самого Кратоса. Неожиданную подробность творческий директор серии Кори Барлок раскрыл на конференции Game Lab. По его словам, некоторые его коллеги считали, что спартанец так долго красовался на обложках, что начал раздражать. Отказаться от идеи заменить его новым персонажем команду убедил сам Барлок. А Трея тоже хотели убрать из-за нехватки ресурсов, но как-то обошлось. А Кратоса, давно превратившегося в машину убийств, снова удалось сделать ярким драматическим героем, так что стало ясно — уходить ему точно не пора. Далее — непостоянная рубрика новости одной строкой. Sony объявила о поиске продюсера для неанонсированной крупнобюджетной игры Sony Band, создавшей Days Gone. И это не обязательно сиквел недавнего эксклюзива. Может быть, студия решила вернуться к серии Siphon Filter. Разработчики Layers of Fear тоже работают над чем-то секретным. Оказывается, студия разбила коллектив на команды, каждый из которых занимается одним проектом. Учитывая, что поляки выпускают игры буквально одну за другой, Blair Witch выйдет уже 30 августа, подробностей наверняка не придется долго ждать. Пародийная манга и аниме-сериал, по ее мотивам One Punchment, получит файтинг от авторов Jump Force. Даты выхода пока нет, но известно, что игра посетит три ключевые платформы. Осталось понять, как вообще можно сделать файтинг про героя, который способен одолеть любого врага одним ударом. Анонсированная в мае Pokemon Masters выйдет летом на Android и iOS. В ней нужно собирать не покемонов, а тренеров, а бои проходят в реальном времени в формате 3 на 3. Создатели Xenoclash и Rock of Ages решили отдать дань уважения классической ActRaiser для SNES и анонсировали Soul Seraph, похожий гибрид экшн-платформера и стратегии. Музыку для него напишет композитор Streets of Rage и Sonic, а сценарий — автор сюжета The Talos Princell. Игра заявлена для всех ведущих систем, включая Nintendo Switch. Слухи не подвели. Летняя распродажа в Steam началась 25 июня. Если вы вдруг пропустили старт, время еще есть. Она продлится до 9 июля. Традиционное соревнование от Valve на этот раз позволяет даром получить игры из списка желаемого, но условия не так просты. Не разобравшиеся в правилах пользователи начали удалять игры из того самого списка, оставляя в нем только дорогие проекты, чем опечалили инди-разработчиков. Делать этого не стоит. Шансы на получение игры повкуснее все равно не вырастут. Какие проекты вышли совсем недавно и какие выйдут на этой неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». Если вы уже запутались в установленных на вашем компьютере лончерах цифровых магазинов, выход есть. Нужно установить еще один. GOG Galaxy 2.0. Мета-платформа CD Projekt объединяет в одном приложении игры друзей и статистику из разных сервисов. Как это работает, можно прикинуть, скачав бету, но учтите, что пока доступны не все функции. Тестирование закрытое, для участия нужно подать заявку на официальном сайте. Таким же образом Wargaming пропускает игроков в закрытую бету шутера «Калибр». Разработчики делают ставку на реалистичность. Модели оружия и экипировки сделаны на основе реальных образцов, а также на грамотную командную игру с правильным сочетанием уникальных оперативников. Сейчас сражаться можно не только с другими игроками, но и с компьютерными оппонентами. В техническую бету уровней из мира Зен в Black Mesa ремейке первой Half-Life попасть еще проще. Требуется только выбрать публичную бету в свойствах игры в Steam. Пока доступны три главы из шести, но авторы обещают скорый полноценный релиз. Габены до трех досчитать не успеет. Создатели MX vs. ATV выпустили Monster Jam Steel Titans. Судя по отзывам, почувствовать себя гонщиком телешоу Monster Jam у игроков не слишком получается. У аркады полно самых разных проблем. Впрочем, развлечь она вполне способна. Релиз состоялся на трех ведущих платформах. Во вторник Square Enix будет развлекать игроков Final Fantasy XIV огнестрельными мечами и ушастыми девушками Виерами, в дополнение Shadow Brinners. Новые локации, подземелья, рейды, повышение максимального уровня и прочие радости прилагаются. В приключении Sea of Solitude, которое посетит ПК, Xbox One и PlayStation 4 в пятницу, веселиться не придется. Разработчик Корнелия Гепперт отправит нас в полное тревог путешествие по затопленному городу в роли девушки, от одиночества превращающейся в монстра. Издает игру Electronic Arts. Есть шанс, что она выйдет не хуже Unravel и A Way Out. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда на нашем канале вы можете найти новые ролики и дневники разработчиков, переведенные на русский язык. На 3D News вас ждут новости из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов. На прошлой неделе мы пытались не утонуть в затопленных кварталах The Sinking City, мистического детектива с привкусом Лавкрафта от украинской Frogwares, и наслаждались почти идеальной метроидванией Bloodstain Ritual of the Night от продюсера Castlevania. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok